Приветствую вас, Алона. Я думаю, что первым таким шагом, это, первым шагом будет формирование проблемы, то есть формирование запроса к специалистам. Раз вы обращаетесь к нам, то, соответственно, хотелось бы понять, какой помощи от психолога вы хотите, что делать, чтобы что вы хотите, что делать, чтобы как вы хотите. Это, мне кажется, очень важно, потому что, если вы хотите разобраться в себе и понять, почему, например, у вас не получаются отношения с первым мужчиной, сейчас в параметно отношения тоже не складываются, да, я имею ввиду, первый мужчина это отец ваших детей, и второй мужчина это тот, с которым вы сейчас встречаетесь. Ну вот, и какие негативные сценарные паттерны лежат в основе вот этого всего, если вы хотите разобраться, то это одно, это один момент. Если вы хотите разобраться, если вы хотите гармонизировать отношения с своим мужчиной, чтобы они эти отношения не распались так же, как распались предыдущие отношения, то в этом случае, безусловно, нужно работать в совсем другом направлении, может быть, не совсем, но немножко в другом направлении, нужно в этом случае работать. Вот. И не очень понятно, что вы хотите, не очень понятно, что вы хотите, что вам нужно, абсолютно. Это первое. Второе. Глобально, как я понял, ваш молодой человек, он всегда вёл Инстаграм и Фейсбук. И девушек, вот этих вот, которых вы называете, которых вы называете, он добавлял всегда, и вы стали обращать всё чаще и чаще внимание на это по причине вашего возрастающего чувства соперничества. С, значит, ну, с человеком, с ними, с девушками, я имею ввиду. Вот. А возрастающее чувство соперничества, оно же ревность, происходит из ряда причин. Вот. Как кто не уверен в себе, страх одиночества, отсутствие реализации, непринятие себя, аддиктивное отношение к сексу. Вот. И так далее. И в этом рейсе мы уже говорим о вашей собственном восприятии себя, о вашей личностной гармонии. И тут вот, конечно, открывается третий вариант, в котором можно работать. То есть можно работать в трёх вариантах, в трёх направлениях, но вот на выборах как бы три варианта. Да? Вот. А, то есть, это такая история. Дальше. Значит, почему вы молодому человеку не верите, мне совсем понятно тоже. То есть, ну, добавляет он девушек. Которые, значит, как вы говорите, губастые, сыскастые и прочее. Он добавляет их, потому что он ведёт социальные сети. И в социальных сетях без этих девушек, не факт, что это реальные люди. Вот. Без этих персонажей просто не получится вести социальную сеть. Вот. И не очень понятно, почему вы воспринимаете это на свой счёт. Вот. Следующий момент. Вы говорите, что он хочет семью с вами. Но не говорите, почему вы хотите семью. То есть, зачем вам семья. Вот это как раз вопрос, вопрос про самореализацию. Это вопрос про реализованность. Вашу реализованность. Это вопрос про это. То есть, семья. Это, конечно, здорово, но это не главное. Главное, это всё-таки вы. Это ваше развитие, это ваше жизненный путь, это ваши интересы, ваши ценности, которые мы следуем. Это не семья. Это не семья, говоря. И, в общем-то, ваша основная ценность, я так понял сейчас, это семья, да? И любую, любую угрозу, не достижение этой ценности, вы воспринимаете крайне, ну, негативно, да? Вот. Почему? Вопрос возникает. Почему? Почему негативно вами воспринимается то, что мужчина не хочет с вами к семью? Потому что вам на семья очень сильно нужна, нужна сейчас. Ну, вот, собственно, возникает. Так что, следующий вопрос. Для чего? Какую вы хотите, какую вы преследуете цель нуждает семья? Это вам нужно забрать. И когда всё это вы сделаете, я полагаю, что будет совершенно понятно, что вам делать, с какую сторону идти, и так далее. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог, надеюсь, что мой ответ вам понравился. Если это так, то я буду очень благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация ваша разрешится самым лучшим образом. Спасибо. 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 Спасибо.